Здравствуйте, это канал Максимадзе и это моды на как достать соседа. По традиции середина месяца, как достать соседа ремейк называется первый мод и си джей камера у меня там загораживает, но в общем неважно. Эндрю Сэм, Дмитрий Евтеев и Максимадзе, собственно, у нас тут внизу большое спасибо за отсыточку. Собственно, вот автор моды, давайте начнем. Пилотный серий, первые шаги, много подробностей можно найти у режиссера Джо, следите за его подсказками, будет легче. Надеюсь, о, прикольный зеленый фон. Очень надеюсь, что на музыку нет авторских прав. Спасибо, кто скачал мод, надеюсь понравится. А, вот он где вышел, понятно. А то один, а то не так давно мне уже подсунули один мод, за который мне страйк лепили. Там была музыка с авторскими правами. И я очень рекомендую так не делать. Там что-то было написано дальше, ну и ладно, я уже туда не попаду. Можете на паузу поставить и сами прочесть. Сосед-извращенец. Недавно сосед стал, был, ой, был просто нормальным человеком, но стал старым, вонючим, надоедливым и буди, он достал. Короче, ладно, начнем, да. Ну, давайте попробуем, что у нас здесь. Пока измени... А, ну-ка, здесь нету двери, я так понимаю, но теперь здесь. Посмотреть на комод. Ага, он закрыт. Где же нам взять тогда... О, микроволновка открытая. Ничего себе. Что-то музычка, по-моему, начала играть с запозданием. А, еще здесь нет. Ну да, этот уровень с усложнением. Короче, надо сделать звуки потише. Очень громко стучат. Закрыто. Ну-ка. А, еще и с ошибками написал. Молодец какой. Отвлечь надо его пакостью сначала. А он на микроволновку уже не посмотрит. Этот уровень можно вообще пройти? Я чё-то не уверен. А, можно... А, ящики можно проверить. Бессмысленная пакость, потому что... А, я в ловушке, мне некуда бежать. Заново начнем. Надо попробовать, наверное, пройти. Я не знаю, можно ли это пройти, но это очень сложно. Давайте рискнем и сначала вещи вот такие вот возьмем. Шкаф недоступен тоже, но у нас есть шанс убежать. Попробуем разрезать кресло или для чего нужен нож. Нет, я не успею. Очень долго он это делает сейчас будет. Ладно, попробуем этот с пакостами. Сейчас он уйдет рискнуть на кухню, пробраться и пропакостить там. Яйцо ставить я не буду, он его не увидит. Никаким образом он не может его увидеть. В оригинале, кстати, мы нигде не видели открытой микроволновки, но этот спрайт реально есть в файлах игры. То есть это не автор мода этого сделал, такой спрайт. Нет, он в файлах игры есть. Ну, пакосты две только получается у нас сделать. И уже 50% можно уровень закончить, кстати говоря. Но сейчас посмотрим, что будет. Сейчас вот он пойдет и выйти попробуем. Если что. Завершаю серию, да. Успешно. Ну, а лучше тут не пройдешь. Ленивый сосед. У соседа отдых. Ладно, отдых у него каждый день, ведь он не работает. А ворует все у соседей, но будет и не по душе. Он еще и ворует что-то у соседей. Ну, ну что ж. Мод, конечно, прикольный, но извините, я ему ставлю минус. Даже обсуждать особо не буду, что в нем не так. Так, первый уровень, в принципе, неплохое усложнение, но все-таки как-то видно, что с микроволновкой косякнул автор. Видите, он не попадет на микроволновку. Ладно, давайте переходить к следующим модам. А вот следующий мод выглядит куда интереснее. Neighbors from Hell update. Да, логотип из Neighbors from Hell взят, но слово back отсюда убрали. Убрали, причем довольно-таки удачно вырезали его. Короче говоря, здесь предыдущий мод, кстати, это какая-то демка, вторая демка, но пока она реально заслуживает минусы, если будут новые версии, то может быть изменение. Пока минус. А здесь, так, вот это типа играет радио, но вот эти палочки некрасиво смотрятся. Но тем не менее, посмотрим, что будет дальше. Я тут все на английском, я смотрю. Надеюсь, музыка без авторских прав. Introductions. Короче, не будем это все читать, тут и так все понятно. Надеюсь, нету авторских прав на музыке, да, ну и проходите туры. Огнетушитель, правда, взаимодействовать с ним нельзя. Не пойдем туда, пожалуй. А то это, может, сейчас вниз пойдет на кухню. Кстати, бинокля-то там нету, как он пойдет? Нет? А как это идет? Видимо, ее вообще использовать нельзя. Да, я не успеваю. Конечно, тут... Ну и на иероглифы какие-то. Ну, давайте попробуем это пройти все-таки. Надо, я думаю, попробовать это пройти. Вроде не так сложно. И будем ждать, пока он пойдет туда. На кухню. Йогой там заниматься. Правда, у него в мыслях не йога совсем-то. Совсем не йога. Как он мог не заметить это, конечно, я не знаю. Но, тем не менее, это же игра, а из шкафа что-то достать можно, а не спрятаться, что ли? Точно. А, ну с этим ясно. Тут все легко. Почему часть комнаты без обоев и полунормально? Линолеум. А, ну и вопрос тот же, почему это... О, анимация с консольной версии. Хоть и некачественная. Почему нету дверей? И почему здесь камера висит? Давай, давай, иди быстрее. Позанимайся йогой скорее. Да, книга сквозь пол проходит, конечно. Ладно. Посмотрим, что дальше. Тивидэй. Ну-ка, проверим, что здесь у нас изменили. Тур-да-ту-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Ну, виски у нас тут. Вместо пива, видимо. а почему аптечка лайк лаксотип я не знаю что такое лаксотип посмотрим что можно взять на кухне открытый холодильник у нас смотрю видимо пустой а нет не пустой а понятно я думаю вот это в аптечку надо будет положить в аптечку вот это нужно будет использовать с аптечкой и слабительного помешать туда да хорошо не уж то сардина прикольно зеленым все ладно здесь какое-то старание хотя бы есть уже неплохо уже неплохо вполне кнопки на диван и так понимаю вообще без проблем а он выключил телевизор прикольно прикольно о тоже анимации с консольной версии ладно здесь какое-то старание хотя бы я вижу так так прикольно и наконец срать и сюрпризы дни рождения здесь интересно посмотреть что реально меняется на уровне дверную рамку конечно не очень красиво ну ладно а фиг его знает что я так понимаю крысу все-таки в ящик почтовый положить для чего другого еще прикольно даже анимации сделали хорошо хорошо люблю когда страниц опять сардины и наконец шкаф прячемся а Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дождик, правда, корявый, не очень красивый, но затемнение в доме это то, что есть. Это реально красиво. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Посмотрите. Ага, прикольно. Интересно, а тут у нас действительно этот ключик есть? Прикольно, прикольно. О, окошко еще здесь сделано. Впечатляюще. Так. А здесь не открыто. Что у нас здесь? Второй сезон-то есть там изменения или нет? Понятно. Дальше... Дальше изменений уже нету. И я думаю проверять... Вот этот уровень проверим. Я думаю дальше ничего менять. И проверять уже смысла нету. Ну ладно. Давайте... Ну... Ну... Мод довольно скучноватый, конечно. Но зато... Автор видно, что тут старался. Давайте плюс-минус поставим. Я думаю, что плохой мой. Видно, что старался автор. Все-таки. Ладно, давайте дальше пойдем. Как достать соседа в телестанции Останкино. Вот это я люблю. Российские... Российские программы. Тут поле чудес. Якубович, я смотрю, есть. Но я чувствую... Я чувствую, это полнейший говномод будет просто. Да. Но тем не менее, будет интересно посмотреть, насколько же много Останкинского они сюда впихнули. Так. Ну... Читать я это все не буду. Тут... Вообще все сливается с текстом. Первый канал представляет. И что у нас тут имеется? Это... Это у нас какая программа? Это, по-моему, этот... Вот тут... Вот это я не пойму, что за программа. Но... Политическое, как это перед ток-шоу, я так понимаю. Это этот... Вечерний Ургант, по-моему. Да, это Вечерний Ургант. Но это... Капитал-шоу. Поле чудес. Якубович прекрасен, конечно же. И все-то... И все такое. А, еще и звук из поля чудес только что был в телестудию. Дальше, больше. Посмотрим, что здесь. Все то же... Все то же самое. Ну-ка, а на уровнях первого сезона будет что-нибудь интересное? Врутвейлер смотрит первый канал и смотрит поле чудес. Дальше я... Я не могу прочитать. Потому что очень сложно разобрать текст с таким фоном. А-а-а... Хех. А здесь уже, к сожалению, нету. Здесь мы уже, к сожалению, не видим. Ничего такого. А на третьем уровне есть еще какие-то программы? Или только эти программы, что нам показали? Да? Не знаю, что за программа. Может, какой-то воскресный вечер с Владимиром Соловьевым? Я не знаю. Утилицентра Останкина. Останкина сказал, гляд. Но... Это ужасно. Я не знаю. Я даже не собираюсь проходить все эти уровни. Конечно. Из-за поля чудес звуки играют. Это... А, это... Это музыка из первых версий заставок в поле чудес. Да, это заставка 1993 по 2000 годы. Забыла там такая заставка. Я люблю поле чудес. Так, программу эту. Но на самом деле... Да. Это за... Это... Это мелодия суперигра. Хе-хе-хе-хе. И чё сей их убой у тебя. И здесь то же самое, да? Ладно, мне... Мне вот интересно. Давайте пройдем. Ладно, давайте второй уровень пройдем. Я так и не услышал мелодию выигрыша. Так, тише сделать надо. Любовь к поле чудес, в принципе, разделяю. Но 25 лет, уже 30 лет, кстати, даже больше. 33 года программе поле чудес уже. Она до сих пор выходит. Но нынешнее поле чудес я уже не смотрю давно. Не прикольно, потому что... Если раньше внимание концентрировалось на игре там... И это было интересно реально смотреть. То сейчас уже всякие... Давайте мы вам принесем... Вот, подарки в студию. Давайте мы вам споем песню. Вот это все. Это так сильно игру затягивает. Это просто интерес отнимает. Вот не люблю такое. Прям бесит. Я бы на месте создателей бы это убрал. Но, как Якубович говорил, он хотел, чтобы эта игра была... Чтобы эта передача была не про игру, а про тех, кто играет в нее. Ну, лучше бы, конечно, про игру и про тех, кто играет в нее. Но... Но вот так вот... Вот я особенно не люблю, когда... Вот это вот... Давайте мы вам песню споем. Музыкальный подарок для вас. А, я вспомнил этот звук неверной буквы. Ну, я слышал уже этот звук, да. Ну, короче, ну... Не, ну это говномод, конечно же. Какую другую оценку ему можно ставить? Кто такой мод будет проходить? Да никто. Но, тем не менее... Приятно, что здесь как-то... Вид... Что тут наша русская что-то есть. Ну, ладно, давайте посмотрим, что еще тут имеется у нас по модам. Следующий мод не имеет названия, но я здесь вижу смесь шариков и музыка. Я так... Я полагаю, оттуда здесь играет. Но могу ошибаться. Я на всякий случай отключил, потому что если она из смесь шариков, то и на нее авторские права должны быть по-любому. Так, поехали начать. А первые шаги... М-м-м... Прелестно. Че такие громкие звуки-то? Вот звуки шагов совершенно другие, но такое чувство, что они что-то напоминают, что-то знакомое. Но не могу вспомнить, что. Сделал гадость сердцу радость. Давайте пройдем этот уровень. Если я тут не увижу никаких изменений, мы дальше проходить и не будем. Так. Посмотрим на звуки хотя бы. Да, что за моды пошли, а? Опять. Недавно совсем такой... Такой вообще классный мод был, который, ну, просто золото заслуживает. Лучше мода просто не существует на данный момент. А в основном, в основном, это всякое говно, которое вообще неинтересно. Которое вообще неприкольное. Ох, так. О, тягнет, ну, уже надо быть скоро. Со съемкой. Что-то делать. О, тягнет, ну, Марселу Лавань. Ну, короче, с этим понятно. Цель создания этого мода мне не ясна, если честно, вообще. Ну, собственно говоря, видно, что тут человек вообще особо-то не старался. Поэтому, ну, плохой мод. Что я могу сказать? Просто плохой мод и без комментариев. Давайте идем дальше. Хороший отдых называется этот мод. И... Что у нас здесь? Ага. Это мы... Это те, кто играли и тестировали. Окей. Ну, выглядит неплохо. По менюшке... Так, пасхалки. Два... Только вот эти уровни. Вы выиграете этот уровень. По истечению времени не забудьте осмотреть кому-то. Ага, понятно. Здесь собраны пасхалки ютуберов. Хорошо. И даже подписано внизу, что какой это ютубер. Благодарю за ссылочку, естественно. Так, ладно. Выйдем мы из этого уровня. А что его проходить? Спорт это жизнь. Сосед решил скинуть пару лишних килограмм. Он сначала прыгает на батуте, потом спускается вниз, чтобы позаниматься на велотренажере. Вуди одобряет спорт, но хочет отомстить соседу все равно. Иногда нужно подумать, прежде чем что-то сделать. Чтобы испортить батут, надо нажать туда, где в оригинале крест. Впечатляюще просто. О, господи, какой ворвиглазный дождь. А, понятно. С батутом. Бумага... А, нельзя взять? Почему нельзя взять? Это что такое? А, отключат ящик. Хорошо. Там пружина, наверное. Клюгающий ключ на 10. Даже подписаны, ничего себе. В тюлеке что-то новое показывается. Ой, точно. Подсказки же были. Да не напоив. Ай! Ай! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нет, не успел я. Давайте все-таки перепройдем. Это пройти можно вполне. День сегодня на улице вообще. Хромак, я бы еще, чтобы не пострадал. Да не комод, ящик. Да ешкин ты, кот, а. Да ну его, короче. Так, футбольные баталии. Наш сетярый футбольный болельщик. Понятно, тут в описании ничего не поменяли. Текстурки тут, по-моему, поярче стали. Но по пакостам ничего тут, по-моему, не изменилось. Вот эта вот надпись, правда, сильно мешает, конечно. Это типа избегает авторских прав, я так понял. Ну я не знаю, стоит ли этот уровень проходить тут. Ничего, по-моему, не поменялось. Не знаю, короче, не знаю. Ладно, давайте тогда остановимся здесь и, пожалуй, наверное, поставим. Но я не знаю, тут что-то, какой-то мод совсем маленький, да и не такой уж и прикольный, как я сначала думал. Поставим, наверное, я ничего оставить вам пока не буду. Может быть, выйдет новая версия, где мне не изменится. Во всяком случае, менюшка выглядит прикольно довольно-таки. Давайте на этом закончим. На сегодня все. С вас, господи, висосы, с меня и печень, видосы. Подписывайтесь на мой стриминг-канал, на блоговый канал, в суппадеру, вконтакте. И всем пока. Субтитры подогнал «Симон»